Это было экстремально. Каждый день мороз испытывал на прочность участников фестиваля ледовых скульптур. Электроприборы выходили из строя, их срочно меняли, а вот людей не заменишь. Им даже никогда было уходить в тёплые помещения. Так что прямо на площадке гости из северных регионов России давали мастер-класс движений на морозе. Запоминайте. У нас у одного мастера подошвы лопнули, просто он 8 часов проработал на морозе, и они резиновые были, они лопнули. Танки, металл рушится при температуре 40, когда он раскалывается, как орех. Но мы-то люди живые. Фестиваль «Хрустальные сны севера» – это не только пример мужества, но и культурный обмен между Ямалом и Якутией, Хабаровским краем и Карелией. В основе работ – сказки, легенды, мифы. Есть женщина в якутских селениях. Смотрите, её конь уже повержен, а она продолжает сражаться с племенем, которое напало на её народ. Героиня народного эпоса Алан Хо является нематериальным наследием ЮНЕСКО. Эта скульптура заняла почётное третье место. Серебро у бабушки, которая курит трубку – это отсылка к ненецким сказкам, а ещё к великому Пушкину, воспитанному на историях своей няни. Победителем стал «Белый медведь» в исполнении Данила Цоя из Хабаровска. И здесь не просто хрустальный сон, а экологическая проблема. Сейчас, получается, таят льды на севере, и получается питание медведям недостаточно. Поэтому идея такова, что медведь спит и видит свою добычу. Я думаю, что не каждый бы хотел оказаться на его месте. Но варенгойцы, которым остаётся хрустальное наследие, обещают устроить здесь фотосессии, как только потеплеет, и беречь скульптуры, которые дались таким трудом. Будем хранить, чтобы никто не сломал. Любоваться будем такой красотой всю зиму. У нас тут теперь до мая можно любоваться. Изюминка фестиваля «Ледяные пушки». Они испытали на прочность уже наших операторов своими непредсказуемыми залпами. И всё же в финальный день нам удалось это заснять. Анна Мершинченко, Тимур Абдрашитов. Время и мало. Новый Уренгой.